Двойная камера, портретный режим, соотношение сторон 18 к 9 и разрешение Full HD+. Да это же как из методички по созданию флагмана в 2018 году. Только вот у меня тут Huawei P Smart, у которого все это есть, и он совсем не флагман. Оказывается, что все это можно засунуть в смартфон с ценой меньше 300 долларов. Более того, он еще и с металлическим корпусом – пластиковые, только вставки сверху и снизу. Но не из такого материала и так покрашены, что вопросов вообще нет. Собрано все прекрасно. P Smart еще и легкий, как для своих габаритов. А это 5,65 дюйма. Тонкий, с закругленными гранями. Просто красавец. Почти вся передняя панель – экран. Никаких кнопок, сенсоров и прочего. Но, увы, место под логотип Huawei все равно нашлось. Сзади по центру стандартный сканер отпечатков. Два модуля камеры и вспышка. Все было бы прекрасно, но глазки камер обрамлены выступающей каемочкой. Поэтому на столе смартфон лежит не так ровно, как хотелось бы. Ну и эти две камеры из-за ободков очень похожи на… Миниджек на месте, как и печальный микро-USB. Вот он здесь очень выбивается из общей картины. Ну и нету быстрой зарядки, а без него нынче совсем грустно. Зато экран шикарный. Очень яркий. Разрешение 2160х1080. Но в настройках можно переключить его на 1440х720. Это на тот случай, если автономность не радует. P-Smart – это европейская версия смартфона Enjoy 7S, который вышел для китайского рынка. Отличий практически никаких. У нас объявлена версия со схемой памяти 3.32, а из приятных дополнений – NFC, которого нет в китайском варианте. Если 32 гигабайта будет мало, то ставим карту microSD. Но тогда придется отказаться от второго слота для симки. Работает P-Smart на собственном чипе Huawei, известном уже всем Kirin 659. У него 8 ядер Cortex-A53, 4 из которых экономичные, с частотой 1,7 ГГц. Остальные 4 производительные, у них частота 2,36 ГГц. По производительности он сопоставим со Snapdragon 625. Никаких фризов и залипаний. Все работает плавненько и шустро. 67 тысяч в Antutu и почти 5 тысяч в PC-Mark. Видеоядро Mali-T830 MP2 потянет даже сложные игры, но на средних или даже минимальных настройках. Про высокие придется забыть. Камеры – это отдельный разговор. Здесь два основных модуля, но они не равноценны по характеристикам. Один 13-мегапиксельный, а разрешение второго всего 2 мегапикселя. Он нужен только для работы портретного режима с боке и смены точки фокусировки. Интерфейс не такой простой. Одной кнопкой включается портретный режим, но сразу боке не ждите, для него нужно нажать еще одну кнопку. Есть еще и режим «Широкая диафрагма», в котором диафрагма регулируется вручную. Можно открыть по максимуму, получив очень маленькую глубину резкости или же наоборот. Прикольно, что уже на готовых снимках в этом режиме можно постфактум менять точку фокусировки. Конечно, работают все эти размытия не идеально, даже при предпросмотре видно, как плавает глубина резкости на отдельных объектах, а в результате могут быть погрешности в определении. Но при должной сноровке можно получить художественные кадры. Каким образом глубина резкости работает на фронталке неизвестно, второго модуля спереди нет. Видимо, поэтому и работает так себе. В любом случае все эти навороты лучше, чем обычная камера. Жаль только, что для портретного режима нету альтернативного фокусного расстояния, потому что снимать широким углом портреты издалека не так прикольно. Что касается софта, то работает P Smart на новейшей версии Android 8. Правда, поверх установлена фирменная оболочка Emotion UI. Она визуально все меняет, конечно, но фирменные фишки Android остались на месте. Плюс есть свои мелочи, вроде дополнительных функций для сканера. Им можно листать фотографии, снимать и управлять шторкой уведомлений. С автономностью у P Smart тоже все нормально. Батарейный тест PCMark показал почти 8 часов. Полтора дня смартфон с аккумулятором 3000 мАч протянет. Если у Huawei получилось сделать смартфон среднего класса с флагманскими фишками, то и у других должно получиться. И пока вы будете ждать волну широкоформатных смартфонов со сдвоенными камерами, я буду ждать ваших лайков в своем инстаграме. Я шучу. На канале вот тут поставьте, пожалуйста, потому что мне потом расскажут.